Установить приборы учета тепла на каждом многоквартирном доме необходимо до 1 июля 2012 года. Такую задачу перед собственниками ставит закон о повышении энергоэффективности. Работа в этом направлении ведется уже сейчас. Жители Волгодонска заранее принимают решение об установке общедомовых приборов и начинают экономить свои деньги. Примером может стать дом 165 по улице Степной, где был произведен капитальный ремонт и установлен тепломер нового поколения. Электронная система сама показывает температуру на подаче и на обратке, давление и расход тепловой энергии домом, при этом сохраняя данные в течение месяца. О том, как научиться экономить собственные деньги благодаря разумному использованию ресурсов, интервью Артема Андросова с заместителем директора Департамента строительства и городского хозяйства Мариной Житковой. Мария Николаевна, здравствуйте. Хотела бы у вас узнать, сколько стоит для жителей установка прибора учета тепломера, учета тепловой энергии. Сколько стоит это и, в общем-то, как это осуществить? Мы должны знать, что сегодня, затратив определенную сумму, мы хотим знать, какой будет экономический эффект. Вот, наверное, это основная цель в установке прибора учета на отопление горячей воды, на тепловую энергию. Давайте сегодня проведем сравнительный анализ, как живут на этом доме, конкретно по адресу, сколько у нас квартир, сколько стоил прибор, как он быстро самоокупился и какая экономия сегодня у нас на доме, где стоит прибор учета и на доме, где этого прибора нет. И я позволю себе предложить для сравнения гаражная 187, это 5 подъездов, площадь дома 11 150 квадратных метров. Смотрите, сегодня мы производим оплату за отопление по нормативу, и у нас тариф норматив, это где-то площадь отопления 14 рублей с квадратного метра. Мы платим за это отопление. Значит, нормативные затраты на этом доме гаражная 187 составили бы 1 млн 873 200 рублей. По факту на сегодняшний день ТСЖ Надежда, а это дом ТСЖ Надежда, платит 1 млн 255 588 рублей, что составляет 67% от норматива, то есть 33%. Экономия. Есть такое понятие, как регулировка подачи тепла согласно температурного режима, то есть температурный режим, каждое утро встаешь, смотришь, сколько у тебя за окном градусов, и идешь, производишь регулировку именно прибора учета. То есть это работники ЖЭКа могут это делать? Это однозначно, да. Это управляющая компания, это ТСЖ, это обслуживающий персонал должен производить ежедневную регулировку прибора учета. Вот тогда будет у вас экономия. То есть можно, если сегодня на улице не очень холодно, можно сократить? Конечно, конечно. Сократить, мы оптимальный такой режим выводим и экономим. Вот это и есть прибор учета тепловой энергии. Но это не значит, что вы его поставили, забыли, не обслуживаете его, и вы получили экономику. Ежедневное обслуживание в отопительный сезон. Ежедневное тогда будет. Ну а специалисты есть в городе, которые могли бы работать с этими приборами? Есть несколько организаций, с которыми можно заключить договор на обслуживание прибора учета. Ваш персонал, который сегодня в управляющей компании в ТСЖ, должен уметь, это называется профессия слесарь КИБ, вы должны иметь, если у вас есть прибор учета, вы должны нанять персонал, который должен заниматься регулированием прибора учета, регулированием его обслуживанием. Хорошо, предположим, что жители захотели установить прибор учета, куда им надо обратиться? И понятно, что до 200 тысяч собирать самим средства нужно или какими-то другими путями? Софинансирование может быть? Я поняла. Значит, на рынке услуг сегодня очень есть организации, которые предлагают свои услуги по установке прибора учета. Есть, значит, организации, которые дают рассрочку, это год и более. Есть, которые берутся займ банки, и там с рассрочкой платежей, тогда погашение кредитной составляющей. Есть масса вариантов. Для наших жителей есть дома, которые имеют возможность финансовую составляющую, то есть большие дома, да, допустим, они, собираемость дома в год более 150 тысяч, можно купить сразу за собственные средства. Установку приборов учета нужно произвести до 1 июля 2012 года. Если к этому сроку собственники не определились, не установили по каким-то причинам, что будет тогда? 261 законодательство трактует, что поставщики тепловой энергии должны выставить приборы учета на дома, которые их не выставят до указанного срока, за собственные средства. И потом будут выставы в течение 5 лет, жители должны будут погасить, скажем, стоимость этого прибора и процент, который они будут выставлять за стоимость прибора. А если мы сейчас очень многие знаем, что такое кредит, мы знаем, что такое процент по кредиту, то есть себестоимость прибора будет увеличена в несколько раз. Я думаю, что это будут тяжелые условия для наших жителей. Поэтому мы им сегодня так настучиво рекомендуем до этого срока все-таки рассмотреть другие варианты установки приборов. Иначе просто придется платить больше. Да, придется платить больше, 2,5 раза, вот так по среднему. Мария Николаевна, спасибо вам за это интервью.